здравствуйте сегодня я хочу показать вам как вязать узор простенький ажурный особенно он подойдет для начинающих в узоре задействованы только столбики с одним накидом и воздушные петли здесь чередование арочек из воздушных петель и столбиков в определенном порядке образуют этот узор раппорт узора 12 петель и 8 петель нужно набрать для образования симметричности узора и так приступим у меня набрана цепочка на 2 раппорта провязываем 3 воздушные петли и теперь мы провяжем 1 столбик с одним накидом пятую петлю от крючка 1 2 3 4 и в пятую провяжем столбик с одним накидом дальше мы должны провязать в каждую петельку еще пять столбиков с накидом не считая петель подъема у нас должно быть 6 столбиков далее мы вяжем 2 воздушные петли и на цепочке две петли пропускаем 1 2 и начиная с 3 мы провязываем 2 столбика с накидом в одну петельку и в следующую петельку снова провязываем 2 воздушные петли и снова на цепочке две петли пропускаем начинаем вязать с 3 петли и снова провязываем последовательно 6 столбиков с одним накидом а снова вяжем две воздушные петли две петли на цепочке пропускаем а в третью и в четвертую вяжу по одному столбику с одним накидом еще раз вяжем 2 воздушные петли 2 пропускаем и провязываем столбики с накидом и работаем ряд ошибками вверх fel и петлю вяжем крючком делаем к nuance значит в конце вы должны провязать 7 столбиков с одним накидом мы связали первый ряд переходим ко второму ряду поворачиваем наше вязание вяжем 3 воздушные петли для подъема и провязываем над следующими двумя столбиками по одному столбику с одним накидом вяжем 2 воздушные петли 2 столбика пропускаем и вяжем начиная с 3 столбика мы должны провязать 2 столбика над столбиками нижнего ряда 2 столбика под арочку из 2 воздушных петель у нас было две петельки мы вяжем 2 столбика то есть мы не прибавляем и не уменьшаем над вот этими двумя столбиками по одному столбику снова под арку вяжем 2 столбика и вяжем еще два столбика над вот этими следующая группа столбиков у нас над двумя мы вяжем по одному столбику с накидом всего мы связали 10 столбиков с одним накидом провязываем 2 воздушные петли пропускаем 2 столбика и точно так же начинаем с 3 столбика и вяжем 10 столбиков с одним накидом мы будем вязать над этими двумя под арки над этими двумя под арки и еще вот здесь два всего мы должны связать 10 столбиков с одним накидом связали 10 теперь вяжем 2 воздушные петли 2 столбика пропускаем на 3 вяжем столбик с накидом и еще вяжем столбик над следующим столбиком и один столбик мы вяжем верхнюю петельку наших петель подъема в конце у нас должно быть провязано 3 столбика с накидом переходим к вязанию 3 ряда мы провязываем 3 воздушные петли для подъема 2 воздушные петли для образования арочки и будем начинать вязать столбики вот сюда мы провязываем 2 столбика с одним накидом вяжем 2 воздушные петли и провязываем 6 столбиков с накидом пропускаем 2 столбика и начинаем с третьего провязываем 6 столбиков если вот будем смотреть смотрите мы вяжем 2 столбика над нижней аркой 2 столбика над столбиками и 2 столбика над следующей аркой чтобы у вас был какой-то ориентир где вязать столбики так будет легче вот эти мы связали 6 столбиков теперь вяжем 2 воздушные петли эти столбики пропускаем оставшиеся а вяжем под арку 2 столбика снова вяжем 2 воздушные петли и также вяжем 6 столбиков с накидами но над аркой над столбиками над следующей аркой 2 2 столбика пропускаем начинаем с третьего мы должны провязать 6 столбиков с одним накидом в конце мы провязываем 2 воздушные петли 2 столбика пропускаем вяжем под арку 2 столбика дальше вяжем 2 воздушные петли 2 столбика пропускаем и вяжем столбик верхнюю петельку наших петель подъема мы связали третий ряд переходим к четвертому ряду провязываем 3 петли подъема и дальше мы будем провязывать два столбика под арку два столбика над столбиками два столбика под следующую арку и два столбика над вот этими столбиками теперь мы провязываем две воздушные петли 2 столбика пропускаем и начинаем вязать с третьего и мы должны провязать 10 столбиков с одним накидом 2 мы вяжем над этими столбиками 2 мы вяжем под арку 2 2 вяжем над следующими двумя столбиками 2 вяжем под вторую арку и 2 вяжем вот сюда после арки над двумя столбиками далее мы провязываем 2 воздушные петли и пропускаем два столбика и вяжем столбики до конца ряда 1 2 в 3 начинаем вязать 2 сюда 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 и в конце конце провязываем 2 столбика и 1 столбик в третью петлю петель подъема 1 2 3 вот сюда мы провяжем третью петлю вот так мы провязали 4 ряда переходим к вязанию следующего пятого ряда и мы будем вязать его точно так же как мы вязали первый ряд провязываем 3 воздушные петли дальше мы провязываем 6 столбиков с накидом и видите мы вот здесь провязывали 6 столбиков и здесь значит дальше мы будем вязать 2 воздушные петли пропускаем два этих столбика а под арочку вяжем 2 столбика с накидом дальше нам нужно связать такую же арку то есть мы вяжем 2 воздушные петли 2 столбика пропускаем и провязываем 6 столбиков на следующими столбиками внизу смотрим у нас должна быть арка значит мы вяжем 2 воздушные петли дальше столбики значит мы вяжем 2 столбика с накидом следующая арка значит 2 воздушные петли следующие столбики после арки 2 столбика пропускаем с 3 начинаем вязать столбики с одним накидом до конца ряда мы заканчиваем первый ряд 2 вертикального раппорта то есть у нас рисунок уже начал повторяться вот я связала и в итоге что у меня получилось напоминаем горизонтальный раппорт состоит из 12 петель 8 петель нужно добавить для симметрии вертикальный раппорт это 4 ряда если мы провязываем арки 2 в ряду между ними два столбика между парами арок 6 столбиков вяжется с накидом в следующем ряду вяжут по одной арке а между арками 10 столбиков дальше над 10 столбиками 6 и так далее 6 10 6 10 как вам сориентироваться если у вас провязана две арки то значит 10 столбиков вы должны провязать над арками над столбиками между ними и захватить два столбика до арок и после арок если вы вяжете 6 столбиков значит вы вяжете над средними из десяти которые провязаны в нижнем ряду посмотрите что они располагаются в шахматном порядке эти арочки то есть каждые четыре ряда узор повторяется вот и все надеюсь данный узорчик вам пригодится и вы будете его использовать до новых встреч а 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 Субтитры подогнал «Симон»